Эти звуки лишние. Можно сделать подише, если у кого-то кто-то ждет связь. Хорошо? Через минутку мы начнем. Добрый день, уважаемые, дорогие друзья. Как я понимаю, сегодня здесь собрались истинные любители, ценители афганского творчества. И я этому очень рад. Спасибо. Я не буду тратить время пустую и приступлю к выступлению. Спасибо. 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 H Мы ведь тоже сегодня, пожалуй, не прочь твердить о банальностях века. Но слева болит неотступно всю ночь, всю ночь не смыкаются веки. Продолжу рассказ о себе. В 1974 году я окончил Донецкий политехнический институт. После этого два года служил командиром зенитной батареи в городе Чугуеве Харьковской области к танковому полку. После службы в армии был приглашен на службу в органе комитета государственной безопасности. Два года работал оперуполномоченным в Мариупольском отделе по линии контрразведки. В 1978-79 годах прошел специальную подготовку в Москве в управлении С, первого главного управления разведка. В 1980 году возвратился работать в Донецкое управление ГГБ. Как сейчас помню, день 25 июля 1980 года. Я заступил дежурным по управлению. Это, кстати, был день, как всем известно, день смерти Владимира Семеновича Высоцкого. Но мы тогда об этом ничего не знали, естественно. Властность была на нуде. Где-то к обеду меня руководство управления сняло с дежурства. Ознакомили шифр телеграммы о том, что 27 июля я, в числе других шести спецрезервистов из нашего Донецкого управления, должен прибыть в город Сумы. Туда собрали, кроме спецрезервистов из управлений Украинской Советской Социалистической Республики, также и бывших спецназовцев, десантников из запаса. Всего 800 человек. Суммы, конечно, вздрогнули. Но после отбора осталось чуть больше 200. Так была сформирована команда «Карпаты», одну из подразделений отряда «Каскад», спецподразделения Комитета государственной безопасности СССР. Затем нас перевезли машинами в город Прилуки, там амбунтировали, вооружили, а затем мы перелетели в Узбекистан, в Фергану. И там на базе Ферганской десантной дивизии нас начали акклиматизировать, адаптировались мы к климатическим условиям, стреляли из новых видов вооружений, прыгали с вертолетов, в общем, готовились к боевой подготовке, занимались по полной. Кстати, на базе Ферганской дивизии собрались все команды отряда «Каскад». Всего их было 8 команд. Ну, как уже поняли по названию, это были зоны ответственности различных республик. Вот у нас были «Карпаты», а были еще команды «Памир», «Кавказ», «Урал», «Север». Вот, и мы там стали знакомиться. Ну, естественно, значит, в пырилках собирались, обсуждали последние новости, пели песни «Память» о Владимире Семеновиче Высоцком. Пел, и я играл. Ну, к сожалению, на чужой гитаре. Я, когда мне сказали, что я должен уехать, я гитару с собой, естественно, не захватил. Все-таки шел на войну. И наши ребята, когда ездили за продуктами в Фергану, купили мне недорогую простенькую гитару с логотипом, вот здесь вокруг розетки, «Москва-80». Вот на этой гитаре я и записывал, в общем-то, впоследствии все песни, которые рождались в Афганистане. Еще что хотел бы отметить. К нам в Карпат и влились ребята и из отряда «Зенит». «Зенит» — это отряд, который в числе других подразделений, силовых органов, участвовал в операции «Шторм-333» в Афганистане в 79-м году. Ну, конечно, возникла преемственность. Ребята, которые из «Зенита», они уже знали хорошо местное население, специфику его. И они, кстати, пели песни, которые мы переняли у них. Я с Сережей Климовым познакомился позже, в 91-м году, в Канабеево, где собирали афганских бардов. А песню его «В декабре-зиме-начало» я пел в 1980-м году. «В декабре-зиме-начало» в декабре дни рождения есть. Для кого «В декабре-зиме-начало» для кого «В декабре-зиме-начало» для кого «В декабре-зиме-начало» для кого «В декабре-зиме-начало» Ночь, Дед Мороз. В декабре есть еще одна дата Из отметки на календаре. Я тебя целую как брата На Кабумском чужом дворе. Слезы радости, вспомни об этом И друзьям своим растолкуй. Почему нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй? Почему нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй? В суете новогодней ночи Вспомним наш боевой отряд. Третий тост за ушедших навечно Первый тост за живых ребят Третий тост за ушедших навечно Первый тост за живых ребят В 2021 году на фоне борьбы с ковидом Мне удалось реализовать свою давнюю мечту Записать на хорошем, высоком, профессиональном И техническом уровне Песни, которые я когда-то пел И записывал в Афганистане Так родился Альбом Будь проклята война Вот вы его видели Там он есть Альбом состоит из двух Компакт дисков Из пламени Афганистана И мы так устали от войны На первом диске Ваш походный слуга Здесь в основном песни Касающиеся войны в Афганистане Да не в основном, а так и есть А второй Второй диск Это песни о войне на Донбассе Исполняет их мой товарищ Олег Снитко Позывной Ветер Командир разведывательно-диверсионной группы Батальона Постов Что бы я хотел сказать Конечно Работа была очень Объемной, кропотливой Я должен отдать должное Инвестору этого проекта Организации Герб и Знамб Это костяк этой организации Составляют ребята из четвертого каскада Благодаря их спонсорской помощи И был реализован этот творческий проект Еще Я хотел бы несколько теплых слов сказать Об аранжировщике песен Которые сюда вошли Александре Глушкове Город Москва И Виталий Дорофеев Город Донецк Александр Глушков Сегодня здесь в зале Саша, ты есть? Должен был прийти Ну, может быть, задержался Вот, я хотел ему лично Вручить этот наш музыкальный продукт И что я еще хотел бы сказать Сегодня В зале находится Можно сказать Легендарная личность Один из руководителей Отряда каскад Первого и второго формирования Капитан первого ранга в отставке Профессор академии разведки Зилков Александр Иванович Александр Иванович Попрошу вас Выпуск Он поднимался Подойдите, пожалуйста За диском За диском подойдет Попрошу вас Плохо видно? Идет Сейчас он идет Сейчас он идет Ступенечки аккуратно Собственно говоря Ключевые руководители нашего отряда Инициатором его создания Был Дроздов Юрий Иванович Начальник управления С Первого главного управления Возглавлял отряд Лазаренко Александр Иванович А его заместитель Вот был Александр Иванович Зилков Александр Иванович Позвольте вам вручить этот альбом Здесь все песни Которые вы слушали Когда были в Кабуле К нам приезжали Спасибо вам огромное Спасибо вам огромное Коллеги на Александре Петрович На Егене Он просил Привет Принадь Порослух Конечно Уважаемые дарьящи Уважаемые дарьящи Я Давно знаю Еще до афганских времен Юрия Ивановича Но особенно Тес наконец-то Конечно Время афганские Я с уверенностью Отношу его Очень одаренным людям Нашего поколения Вот пример Могу привести Который Знаете единицы Во времена Советского Союза Лучших из лучших Подбирали Для работы Нелегалами Среди тех Кого подобрали Был Владимир Владимирович Путин Юрий Иванович Кирсанов Но Там испытательный срок Очень серьезный По многим положениям Ну и получилось так Что Ни Путин Ни Юрий Иванович Кирсанов Нелегалами не стали К сожалению К сожалению Или к счастью Там Это трудно сказать Во всяком случае Вы вот посмотрели Прослушали Жизненный путь Юрия Ивановича И Согласитесь со мной Отнести его К подареннейшим людям Нашего поколения Я когда прибыл в Афган Первая командировка Из восьми команд Была в Карпату Один Какая-то была В сентябре я прибыл Через месяц После прибыли Юрий Иванович Какая была Тяжелейшая обстановка На словах Это не передать Жарище дикое Пекло В условии Никаких Палатках Для сравнения Могу сказать Командир Карпат-1 К сожалению Ушедший Недавненье из жизни В палатке Своим заместителем Сидели мы Он достал Бутылку водки Я потрогал Кипяток Можете представить Какая была Это первый раз В жизни Когда я не стал Пить водку Сейчас еще Позволяет Здоровье Рюмаха Другое Принятие По знаменательному Случаю Как он Встреча С Юрием И вот В такой Сложнейшей Обстановке Наряду С решением Сложнейших Оперативно-боевых Задач Касказа Многие Многие Знаете По собственному Опыту Да и сейчас По телевизору Мы видим Как наши Творческие Бригады Помогают Воевать Во время Этой Операции Я С уверенностью Считаю Необходимо Отнести Юрия Ивановича Когорте Лучших Из поколения И Пожелать Юрию Ивановичу В дальнейшем Больших Творческих Успехов Вдохновения На основе Доброго здоровья Естественно Самые Найлучшие Пожелания Мне там Передавали Еще Товарищи Которые По болезни Не могли приехать Знает Хорошо Юрий Иванович Майора Тогда Ковыгина Александра Петровича Ныне давно Уже Генерала Вот Но По состоянию Здоровья К сожалению Не только он Некоторые другие Приехать не могли Самые лучшие Пожелания Спасибо Александр Иванович Спасибо 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 При создании Альбома Путь проклята Война Естественно Нельзя было Не включить В состав Перечень Песен Те песни Которые Родились В свое время В Зените Вот Две из них Я представлю Вашему вниманию Гимн Куос Что такое Куос Это курсы Усовершенствования Офицерского Состава Практически Все Кто Попадал В какие-то Горячие точки Они проходили Обучение На этих курсах Курсы Можно сказать Оперативно-диверсионной Подготовки Гимн Куос Пожалуйста Пойза тихо Сорваного моста КСН растаяла во мгле Сам ПД, не терпящий удобства Умирает на сырой земле Жаркая нерусская погода Застывает на его губах Звезды неродного небосвода Угасают в голубых глазах Умирает он, не веря в сказки Сжав в руках разбитый пулемет И к нему в набедренной повязке Вражеский наемник подойдет Подойдет, посмотрит, удивится Вскинет пистолет, прищурив глаз Скажет, много съел, веблет на лицах Русских буду кушать в первый раз А в России зацвела горячиха Нам не бродит дикий папуаз По субботам и по воскресеньям Люди в ресторан идут бурьбом Среди них идут, держа равненья Парни с удивительной судьбой Узнают их по короткой стрижке По беретам типа балахон Их в округе местные мальчишки Называют дяденька шпион Если где-то гром далекий грянет В неизвестность улетят они Пусть им вечным памятником станет Проходная возле Дорнии Если где-то гром далекий грянет В неизвестность улетят они Пусть им вечным памятником станет Проходная возле Дорнии Пусть им вечным памятником станет Проходная возле Дорнии Еще одна песня из репертуара отряда «Зенит» Здесь под небом чужим На мотив всем известной песни «Журавли» Здесь под небом чужим Под кабульской лазурью Слышны крики друзей Улетающих вдаль Ах, как хочется мне Заглянув от брасуру Пулеметом глушить Пороси и вечер Ах, как хочется мне Заглянув от брасуру Пулеметом глушить Пороси и вечер День и ночь безразлично С боевым автоматом Пистолет под ремнем Как братишка родной Ах, как хочется здесь Обложить землю мата Слезы радости лифт Над родимой землей Ах, как хочется здесь Обложить землю мата Слезы радости лифт Над родимой землей Нас с зенитом судьба Очень крепко связала Нам в зените друзей Не забыть никогда Расплескали мы крови Пока вулу немало И придется еще Коль возникнет нужда И приехал домой Не забудь эти встречи Прилетев не забудь Как вершли дела Не забудь всех друзей Не забудь ты их плечи Их поддержка тебе Счастье в бой принесла Не забудь всех друзей Не забудь ты их плечи Их поддержка тебе Счастье в бой принесла Здесь под небом чужим Под Камульской лазурью Слышны крик Слышны крики друзей Улетающих вдаль Ах, как хочется мне Загляну в амбразуру Булементом глушить По России печаль Ах, как хочется мне Заглянув в амбразуру, Пулеметом глушит по России печаль. Пулеметом глушит по России печаль. Пулеметом глушит по России печаль. С боевыми буднями приходилось, как правильно сказал Александр Иванович, находить время для того, чтобы что-то делать, что-то творить для души. Потому что тоскливо было 3000 километров от родной земли. Появились первые песни. Я вам сейчас и исполню несколько песен, из тех, которые были написаны в 80-м году. Ох, и сегодня выдался денек. Я летаю борт стрелком на вертолете. Я весь продрог, до ниточки промок. Холодный порт шипит на пулемете. Я весь продрог, до ниточки промок. Холодный порт шипит на пулемете. Вот левый крен к прицелу я приник. И на урсов свист стрелять отбил охоту. Перевернуло все, но в тот же миг. Я злостью жму кашетку пулемета. Перевернуло все, но в тот же миг. Я злостью жму кашетку пулемета. Под крылом все так же фат 500. Уж если сбросим, тошно станет гадом. И потому ползут в свою нору. Но все равно не скроются душманы. А час настал на базу нам лететь. Холодный порт шипит на пулемете. Подумать только, разве я мечтал, Что буду воевать на вертолете. Подумать только, разве я мечтал, Что буду воевать на вертолете. Вообще с вертолетами и вертолетчиками У нас всегда очень хорошие были отношения И самые теплые воспоминания о них. Они нас и вывозили, и прикрывали, И помогали нам во всем. Ну, песня, собственно, не о вертолетах, Точнее, не о вертолетчиках, а о вертолетах. Следующая песня «Кружат вертолеты». Над горами, цепляя вершины, Кружат вертолеты, Где-то эхом вдали Прогремели последние взрывы. Только их с редко ночью Взорвут в тишину пулеметы, Проверяя по всем живым. Афганистан, 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 Афганистан. По афганским дорогам Пришлось нам проехать немало. Мы тряслись в БДРах, Нам небо служило палаткой. И надолго под звездами Твердым законом нам стало Унискать на земле жизни сладкой. Афганистан, 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 Афганистан. Здесь про страх и опасность Мы будто с тобою забыли. И в минуту отчаяния Мы научились смеяться. И с друзьями, которых На целую жизнь полюбили. Мы привыкли Надолго прощаться. Афганистан, 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 Афганистан. Время медленно шло, Только быстро усы отрастали. Снились ночью нам дети, Любимые к жене нам снились. Но когда, расставаясь с друзьями, Прощаться мы стали, Почему-то опять загрустили. Афганистан, 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 Афганистан. Аминь. Здравствуй, дорогая, из Афганистана. Я пишу, как прежде, жив я и здоров. Что в часы свободные, ходим по духанам. Базарнее Кабула, я не видел городок. Что в часы свободные, ходим по духанам. Базарнее Кабула, я не видел городок. Не могу рассказывать о своей работе. Что всегда с оружием в город я хожу. Что бронежилеты среди нас в почете. О ночных дежурствах тебе я не скажу. Что бронежилеты среди нас в почете. О ночных дежурствах тебе я не скажу. Я писать не стану о женданской пыли. Тряски в БТРах, в горных кишлаках. Не скажу тебе я, как мы потеряли лучших из товарищей. В этой стороне. Зря своей судьбе они жизни доверяли. И лежать остались на стальной броне. Лишь одно скажу тебе, ангел мой хранитель. Что во всех походах ты была со мной. Тысячи невидимых связанными нитей. Я тебе обязан тем, что я живой. Тысячи невидимых связанными нитей. Я тебе обязан тем, что я живой. Прошу прощения. Подросток своего восьмого отца. Еще одна песня. Ее довольно часто исполняют вокально-инструментальные ансамбли. У них, конечно, многоголосится, хорошо поют. Попробую посоревноваться с ними. Песня называется «Поднималась зорька». «Поднималась зорька над хребтом горбатый, Пробивалось солнце сквозь туман проклятый. А с рассветом снова по незримым дропам По земле алганской долго еще топать. И тоскуют струны по студеным розам, По девчонкам юным золотого лозы. Не грустите струны, струны перестаньте. Мы ведь с вами струны, служим здесь в шинданте. А быть может ветер, что траву качает, Унесет за горы все наши печали. Где б мы с легким сердцем чистый воздух пили Среди трав пьянящих на лугах России. Размахнется удаль, горизонт огромный, Мы уйдем с друзьями в пул аэродромный. Нас винты поднимут над землей афганской, И домой спецрейса ляжет путь обратный. Нас винты поднимут над землей афганской, И домой спецрейса ляжет путь обратный. И домой спецрейса ляжет путь обратный. И домой спецрейса ляжет путь обратный. АПЛОДИСМЕНТЫ На двух песнях, рожденных в Афганистане, Мне бы хотелось остановиться несколько подробнее. Песня афганская. Ну, она имеет довольно длинную историю. В 30-х годах прошлого века на танцплощадках Повсеместно звучала танго. Пусть дни проходят. Автор Борис Терентьев. Была очень популярная танго. В 1943 году наши военные альпинисты Грязнов, Каратаева, Персиянинов и другие, Которые выбили фашистских егерей с вершины Эльбруса И водрузили флаг СССР, Написали на эту мелодию совершенно другие слова. И песня стала называться «Баксанская» Или «Помнишь, товарищ, белые снега» Её хорошо исполнял Юрий Лизборг. Когда мы попали в Афганистан, у меня товарищ в оперативно-боевой группе, Серёжа Смирнов, проходил горную подготовку в Ленинакане в своё время. И он хорошо знал «Баксанскую». И мы решили её немножко переделать, адаптировав её под наши афганские условия. Второй куплет мы оставили без изменений. Третье рождение песни «Родилась афганская». Есть очень много вариаций этой песни и разные стихи пишут. Ну вот я спою ту, которая была написана в самом начале, с тем же текстом. Эта песня находится в этом же альбоме «Будь проклята война». Да, что ещё хотел сказать, что когда Александр Дружков, наш аранжировщик, делал аранжировку, я попросил его приблизить её максимально к танго 30-х годов, в то же время сохранив тревожную военную тему в этой песне. Вот послушайте, что из этого вышло. Песня «Афганская». Бой гремел в окрестностях Капула, Ночь светилась всплесками огня, Не сломала нас и не загнула. Видно, люди крепче, чем броня. Дипломаты мы не по призванию, Нам милей, братишка, автомат. Чёткие команды приказания И в кармане парочка гранат. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, Зарево-пожарищ, крики мусульман, Крохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, Вспомним, как бежали, в горы вас мочили, Как за крокодал был грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. На костре в дыму трещали ветки, В котелке дымился крепкий чай. Ты пришёл усталый из разведки, Но копил и столько же молчал. Синими замёрзшими руками Протирал спотевший автомат Вспомним, товарищ, мы Афганистан, Зарево-пожарищ, крики мусульман, Крохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, Вспомним, как бежали, в горы вас мочили, Как за крокодал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Самолёт заходит на посадку, Тяжело мотор не гудя, Он привёз патроны и взрывчатку, Это для тебя и для меня. Знайте же, ребята, мусульмане, Ваша сила в том, что мы за вас, И не надо лишних требований, В бой ходить на мне в последний раз. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, Зарево-пожарищ, крики мусульман, Грохот автоматов, взрывы за рекой, Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, Вспомним, как бежали, в горы вас мочили, Как за крокодал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще одна песня, на которой бы я хотел остановиться подробнее, Песня называется «Кукушка». Знаете, когда я приехал в Афганистан, Я с собой взял две книжки. Одна была книжка поэта Среднего Востока, «Рудаки». Вторая книжка была «Отзывается сердце». Поэт Кочетков Виктор Иванович. Поэт-фронтовик 1923 года рождения. Я особо подчеркиваю год рождения, Потому что это год рождения выпускников школ 1941 года. Большая часть этих ребят сложила головы на войне. Это стихотворение, которое я взял за основу песни «Кукушка», Называется «Весь просвечен заревой покой». Оно мне очень нравилось, я его перечитывал много. Вообще, я в этой книге как-то пытался найти себя на войне. Но в результате я решил ее немножко переделать. Я дописал два куплета к этим стихам, Подобрал мелодию, появилась песня «Кукушка». В 1991 году, когда я приехал в Москву, На слет, будем говорить, бардов афганцев, Игорь Азаренок, работник главпура Министерства обороны, Организатор первых фестивалей афганской песни, Организовал мне встречу в Центральном Доме литератора с Виктором Ивановичем. Это была, конечно, незабываемая для меня встреча, знаменательная. Мы с Виктором Ивановичем выпили по сто грамм, И он написал, свой автограф оставил на этом сборнике. Здесь он поблагодарил меня за то, что он оказался причастным и к этой войне. Сейчас я хочу исполнить вам эту песню. «Кукушка». Снится часто мне мой дом родной, Лес о чем-то о своем мечтает, Серая кукушка за рекой, Сколько жить осталось мне считает, Серая кукушка за рекой, Сколько жить осталось мне считает, И прижался ласково к цветку, Стебелек в окульниках ремяты, И звучат ленивые кукушка, Отмеряя жизни моей даты. И звучат ленивые кукушка, Отмеряя жизни моей даты. Снится мне опушка из цветов, Вся в реквинах тихая опушка, Восемьдесят девяносто сто, Что-то ты расщедрилась, кукушка, Восемьдесят девяносто сто, Что-то ты расщедрилась, кукушка. Я тоскую по родной стране, По ее рассветам и закатам На афганской выжженной земле Спят тревожно русские солдаты Они тратят силы, не скупясь. Им знакомы холод и усталость, Дни свои не копят про запас. Кто не скажет, сколько их осталось, Так что ты, кукушка, погоди, Не дари чужую долю чаюта, У солдата вечность впереди. Ты ее со старостью не путай, У солдата вечность впереди, Ты ее со старостью не путай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, сделайте небольшой перерыв. Минут десять. Спасибо. Спасибо.